В каких странах мира Кремль прячет 80 миллиардов украденных у россиян долларов? Почему даже банкиры бегут из России? И сколько Путин платит своим топ-пропагандистам-артистам? Про это и не только сегодня в программе «Ваши деньги». Я Сергей Мальнев, приветствую и начинаем. На днях Путин собрал в одном зале десятки миллионеров и миллиардеров и порадовал их очередной выдающейся идеей. Предложил скинуться на поддержку его штанов. Добровольно принудительный взнос в исхудавший бюджет от крупных компаний. Вот что предлагает им пока еще президент РФ. По расчетам Минфина, к концу года этот взнос должен принести 300 миллиардов рублей. За исключением предприятий нефтегазовой и угольной отраслей заплатить придется всем. В том числе, а возможно и в первую очередь банкам. И вот на этом печальном для российского бизнеса фоне появляется новость. Адиозные банкиры Михаил Фридман и Петр Авен пытаются продать свои доли в Альфа-банке. Почему же бегут путинские друзья-патриоты? Разбираемся. Российские миллиардеры изо всех сил пытаются вырваться из-под санкций. Но пока это никому не удалось. Политического решения о снятии санкций мы пока ни разу не видели. Похоже, первыми богачами, открестившимися от российской агрессии, мечтают стать Петр Авен и Михаил Фридман. Или, во всяком случае, попробовать, как это происходит. Они оба ключевые российские финансисты и основные акционеры инвестиционного консорциума Альфа-групп. Одна из главных дочерних компаний которого – Альфа-банк. Самый крупный частный банк России. И он один из первых попал под всевозможные санкции. И в частности, американского Минфина. Эти серьезные меры, включая полную блокировку крупнейшего банка России и запрет на новые инвестиции в России, дополнительно ограничат возможности Путина финансировать и обеспечивать свою войну. Именно от этого подсанкционного банка и пытаются отделаться богачи. Они готовы продать его за 2 миллиарда 300 миллионов долларов. При том, что до полномасштабного вторжения России в Украину балансовая стоимость банка была 10 миллиардов 600 миллионов долларов. Теперь в разы дешевле его отдают давнему деловому партнеру-олигархов. Андрею Косогову пишет Financial Times. Журналистам это подтвердили 4 источника. Михаил Фридман – это тот самый олигарх, который жаловался, что из-за санкций ему придется самому убирать в своем доме. Ведь ему заблокировали банковскую карту. А расходы ограничили суммой в 3300 долларов в месяц. К слову, озабоченность олигарха понятна, ведь мыть полы бы пришлось не в маленькой хрущевке. Фридман последние несколько лет живет в огромном роскошном лондонском особняке за 65 миллионов фунтов. Активы топ-финансиста российский Форбс оценивает почти в 12 миллиардов долларов. Но санкции значительно ограничили возможности Фридмана. А вот почему он вместе со своим партнером Петром Аваном попал в санкционные списки по мнению Украинского национального агентства по предотвращению коррупции. Он активно поддерживал материально или финансово и получал выгоду от российских лиц, ответственных за аннексию и дестабилизацию Украины. Он также поддерживал действия или политику, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Теперь же Фридман и Аван делают все, чтобы их вычеркнули из санкционных списков. Кое-что удалось Петру Авану. Власти Великобритании частично разморозили его счета. Для оплаты долгов и ежедневных трат он получит доступ к 1 миллиону фунтов стерлингов, сообщило осенью издание The Daily Telegraph. Эксперты не исключают вероятность того, что российским богачам удастся выйти из-под санкции после продажи токсичного Альфа-банка. Ведь оба выступили против войны. Возможно, в одной из рекомендаций ему рекомендовали избавиться от доли акций в основном капитале соответствующей банковской структуры. Они избавились уже по состоянию на сегодня от доли в операторе ВИОН. Найдут представители стран, которые скажут, подождите, люди свою позицию озвучили не только вербально, но озвучили и подкрепили определенными действиями. Почему мы продолжаем содержать их или удерживать их в списке подсанкционных? Другой вариант – это жалование в суде решения. Когда ты приходишь в Европейский суд и говоришь, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, у меня были активы, теперь их нет. Я не являюсь субъектом, который осуществляет деятельность, связанную с поддержкой и финансированием действий российской власти. Пожалуйста, будьте добры, примите решение, которым отмените решение в отношении индивидуальных санкций. Сейчас российские миллиардеры запустили все возможные ресурсы, чтобы этого добиться. Кроме судов, они давят на цивилизованный мир с помощью лоббистов. Отменить санкции Фридману просил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и российский оппозиционер Илья Яшин. А инициатором письма в Еврокомиссию о снятии санкций был руководитель фонда по борьбе с коррупцией Леонид Волков. Теперь, правда, из-за этого взял паузу в публичной общественно-политической деятельности. Представители прекрасного либерального общества, представители организации фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, их один из представителей, но в течение прошлого года обращался с письмами Джозефу Беррелю и другим европейским институциям, как раз говоря о том, что они неправильно оценили акционеров Альфа-группа, Альфа-банка, как таковых, что являются частью режима Путина. То, что он сейчас, на фоне того, что эти письма стали достоянием общественности, начал рассказывать о том, что он совершил ошибку в своей жизни, это не значит, что полгода или семь месяцев эти письма не крутились в европейских институциях. Но пока у российских олигархов избавиться от санкций не выходит. И, по мнению отдельных аналитиков, возможно, попытки останутся тщетными. Ведь недавно всплыли новые подробности из недавнего прошлого обоих альфа-банковцев. Суд округа Колумбия в ответ на иск Фридмана и Авана признал, что американские журналисты правомерно обвиняют их в коррупционных схемах приватизации, в связях с криминальными группировками в России и с отмыванием грязных денег наркобизнеса. Американский суд округа Колумбия позволяет говорить, что член альфа-группы и Кент Фридман Авен лично встречался с главой крупнейшей криминальной организации всех времен, а именно картеля Кали. И разговаривал Амен с шахистом о отмывании денег наркокартелю Кали, каким альфа занималась. Чем закончится в итоге история Авена и Фридмана, неизвестно, но рассчитывать на ее быстрое окончание миллиардерам, что сколотили состояние на коррупции и тесной связи с путинским режимом, явно не стоит. А далее про аукцион невиданной щедрости, ну или можно назвать это пиром во время чумы. Президентская грантовая программа для деятелей искусств в эти сложные времена работает как часы. Ваши деньги с бюджета переливают в карманы, например, жены Пескова, певца-шамана, блогера-гоблина и многих других пропагандистов. За что, думаю, всем и без объяснений понятно. А вот сколько? Показывай. В России подведены итоги конкурса президентского фонда культурных инициатив. Финансовую поддержку или гранты получили 881 проект на общую сумму 3 миллиарда 700 миллионов рублей. До названий самих проектов, которые стали победителями. После того, как буква «З», нанесенная на российские танки, не помогла Росармии оккупировать Украину, ею решили маркировать грантовые программы в надежде, что это принесет долгожданные государственные деньги. И надежды патриотов-грантоискателей оправдались. Те, кто с самого начала войны заявил о верности кремлевскому царю, получили очередные денежные вливания. Например, блогеры Дмитрий Пучков, известный как «Гоблин», автор альтернативной озвучки фильмов. Но как там эта старая сволочь поживает? Похоже, сегодня оттянемся по полной программе. Не то слово. Бабок потрачено, караул. Бывший следователь московского уголовного розыска получил 19 миллионов 200 тысяч рублей на пропагандистское шоу «Вечерний излучатель», которое он будет делать для Рутюба и сети ВКонтакте. Проект будет формировать нравственные ориентиры, передающиеся от поколения к поколению, обеспечивающие гражданское единство. Так описывается актуальность проекта. Вот пример его творчества, формирующего нравственные ориентиры. Украдесант перестреляли, как бешеных собак, горы трупов и полки горящих танков. Ну а российская армия продолжает выполнение поставленных задач. Что будет излучать «Гоблин» в пространство Рутюба, догадаться несложно. Слава богу, за подобную околесицу ему уже заблокировали канал в Ютюбе с тремя миллионами подписчиков. Автор песен для любимой группы Путина «Любе» Игорь Матвиенко получил почти 29 миллионов на первый этап этно-оперы «Князь Владимир». Арию князя будет петь известный тем, что он русский певец Ярослав Дронов или шаман. Я сейчас проходит тур по Новороссии. Дронов давно объезжает с концертами оккупированные территории Украины. «Огонь!» «Ура! Ура! Ура!» Чтобы у Дронова случайно не закончились деньги, ему теперь отрежут жирный кусок от государственного пирога в 29 миллионов рублей. «Конечно же, я себя здесь чувствую как дома». И, конечно, не обошлось без постоянного победителя – раздачи бюджетных денег фигуристки Татьяны Навки. «Ощущение, что ты чемпион. Это врожденное». Несмотря на то, что ее муж, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, не успевает менять часы стоимостью с элитный автомобиль, Татьяне выделили 25 миллионов рублей на серию ледовых шоу. Количество грандиозных шоу и место их проведения в проекте не оговаривается. Наверное, потому что Навка в прошлом году уже получила 14,5 миллионов на шоу «Руслан и Людмила» в оккупированном Луганске. Провести его она должна была до 28 февраля. Но так этого и не сделала. Фигуристы – мы счастливые спортсмены, потому что у нас есть продолжение. Мы можем выступать на шоу. В нашей стране это невероятно популярно. Также президентский фонд культурных инициатив выделил 27 миллионов рублей на постановку в Театре Донецка патриотической оперы-драмы «Ле принц Андре» «Князь Андрей Балконский» по роману Толстого «Война и мир». По ходу оперы зрители увидят Наполеона, который говорит о необходимости присоединить Россию к Европе. Услышат пацифистские речи Пьера Безухова, похожего на бесхребетного русского либерала. Противовесом всему этому станут сценой единения русского народа против европейского нашествия. Несмотря на то, что из-за развязанной против Украины агрессии все больше российских артистов в знак протеста покидает родину, есть и те, кто готов выступать на пропагандистских митингах, снимать пропагандистское кино и выкладывать в Ютуб свой пропагандистский бред. Вопрос в том, насколько у Путина хватит денег оплачивать недешевые услуги этих деятелей культуры. Ведь как только касса окажется пуста, все они тут же оставят свой показной патриотизм. Как эти флаги у лужников, которые после митинга выбрасывают нанятые за 500 рублей российские патриоты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это статистика нарисованная. И сейчас мы это докажем. Рядом с безработицей стоит и неполная занятость, которая побила все антирекорды. Именно сюда Кремль прячет по факту безработных людей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неполная занятость превысила пик пандемии. Основная категория – отпуск за свой счет. Сейчас в этой категории около 4 миллионов 250 тысяч человек. 70% из этой цифры – это неоплачиваемые отпуска, то есть от безработицы ничем не отличаются. Но формально можно хвастаться, что у нас низкая безработица, потому что в отчетности они не фигурируют. Итого реальная безработица, включая скрытую, согласно данным Росстата, от 9 до 9,5%. То есть вот здесь, когда начинаем смотреть детали, понимать вот эти все нюансы, там безработица находится на рекордных показателях. У нас такой уровень безработицы был только вот во второй половине 90-х годов, в самый худший период. По словам эксперта, крупные предприятия не сокращают работников, потому что им был дан указ сверху от правительства, что не стоит выставлять свои проблемы на показ и портить Путину статистику. Четкая команда, что вы не должны допускать проблемных показателей в своем отдельно взятом регионе. Из-за этого статистика в субъектах федерации меняется. Персоналу приходится соглашаться уходить в неоплачиваемый отпуск. Выхода по сути нет. Либо они будут просто без зарплаты, либо без зарплаты, но с растущим рабочим стажем. Одна из причин, по которым растет реальная безработица – путинский военный бюджет. Диктатор отправляет на него все деньги, которые только может. Как только Путин получает нефтедоллары, он же их не раздает бабушкам. Он их тратит на производство снарядов и на закупку иранских дронов. Он забирает деньги из разных секторов и сокращает доходы предприятий, тем самым увеличивая скрытую безработицу. Следующая причина – переезд бизнеса в другие страны. Предприниматели видят, что цены дорожают, клиентов все меньше и меньше. И в любой день за их сотрудниками могут прийти, чтобы забрать на войну. Многие люди начали просто выводить деньги за рубеж. 26 раз увеличился вывод денег из России за рубеж. Путинская война ввергла россиян в кризис, конца которому не видно. Падение реальных доходов россиян вызвало сокращение производства, из-за чего люди в том числе и остаются без работы. Если смотреть не в общую статистику, а на отдельные отрасли, там ужасающие цифры. Мы видим, что отдельные отрасли пострадают. Очень сильно, например, люди не покупают автомобили. Люди, которые производят автомобили, получают меньше денег. Грубо говоря, автомобильный производство сократилось примерно на 60%. В какой-то момент Путина не станет. Заберет его биология, выдадут на суд в Гааге, или же он будет убит от рук своих приближенных – неважно. Так или иначе, после его ухода внутри России будет поднят вопрос о восстановлении страны. И кто же ее будет восстанавливать, если профессиональные кадры в поисках работы уехали за рубеж? Это будут те же самые коррупционеры, что сейчас сидят в правительстве. В Евросоюзе заморозили активов, попавших под санкции россиян, на более чем 20 миллиардов евро. Интересно, что на этом финансовом фронте войны против Путина есть страны, которые бесстрашно идут в атаку и занимают новые рубежи. Но есть и те, кто дает заднюю и отсиживается в тылу. Про арестованные русские миллиарды в Бельгии и Люксембурге и про скромные миллионы на Мальте и в Греции – наш сюжет. Российские олигархи и политики любят свою страну только за то, что из нее и ее граждан можно выкачивать миллионы долларов. Зарплату не прибавляют, а цены растут каждый день. Что коммунальная оплата, что цены в магазине. А вот хранить нажитое на родине мало кто хотел. По крайней мере, до полномасштабного вторжения России в Украину. Путинские бизнесмены и чиновники на протяжении десятков лет массово скупали на Западе недвижимость, яхты, дорогие автомобили и просто выводили миллионы на зарубежные счета. Все, что нажили на русском народе, прятали в Европе или США. С одной стороны смешно, с другой стороны максимально цинично, что как раз правящая элита России, она рассказывает о том, насколько плохо на Западе, но максимально стремится перевести туда все свои активы, их завладить имуществом и, в принципе, осесть после вот этой яркой, не очень политической карьеры в России в комфортном европейском городе. Но после начала полномасштабной войны России против Украины, правительства цивилизованных стран начали активно замораживать сокровища подсанкционной российской элиты. По данным Блумберга, Европейский Союз заблокировал российские активы на сумму 20 миллиардов 900 миллионов евро. В общей сложности ЕС ввел санкции в отношении почти полутора тысяч человек, ограничил экспорт сотен товаров и технологий и нацелился на многие ключевые источники доходов Москвы. Однако официальные лица Альянса полагают, что существует гораздо больше активов российских лиц, находящихся под санкциями. Только по официальной статистике в 2019 году объем прямых иностранных инвестиций России в ЕС оценивался в 136 миллиардов евро. Соответственно, минимум 115 миллиардов евро российских активов все еще не попали в поле зрения соответствующих органов Евросоюза. В десятом пакете санкций, который принял Европейский Союз, помимо прочего, было обращение к банкам Европейского Союза, чтобы они раскрыли информацию о арестованных активах. Так как банки говорят, вот знаете, мы арестовали, а что конкретно арестовали, кому конкретно принадлежат эти счета, эту информацию они не раскрывали. И это осложняет, безусловно, процесс оценки замороженных активов. Кто успешно отслеживает российские активы, так это правительство Бельгии. В течение года полномасштабной войны России против Украины они заморозили имущество русских бизнесменов на сумму 58 миллиардов евро. Если мы сравниваем условную Бельгию с условной Грецией, то это государство с разным уровнем коррупции, с разным уровнем влияния той же самой России на принятие решений внутри самых разных институций, министерств и органов государственной власти. Поэтому, очевидно, чем более государство устойчиво к внешнему влиянию, чем богаче оно по своей сути, тем и наиброще справляется с заданием по аресту российских активов. Хороший пример работы над поиском и заморозкой российских денег показал маленький Люксембург. За год они арестовали имущество, принадлежащее подсанкционным лицам на сумму 5,5 миллиардов евро. Органы финансовой гвардии Италии тоже не отстают. 1 миллиард 650 миллионов евро. Именно на такую сумму итальянцы заблокировали имущество физических и юридических лиц, вошедших в санкционные списки ЕС. Аресты наложены на объекты недвижимости, яхты, автомобили, а также подлежащие подсанкционным лицам компании или доли в их капитале. В список попало имущество приближенных к Путину олигархов Алексея Мордашова, Алишера Усманова, Геннадия Тимченко. Кроме того, под ограничения попали Олег Савченко, Андрей Мельниченко, Петр Авен и Эдуард Худайнатов. Также со своими роскошными домами в провинции Кома и двумя элитными мерседесами попрощался главный пропагандист России Владимир Соловьев. Франция же не разглашает имена владельцев замороженного имущества. Но по официальной информации правительства страны, стоимость заблокированных финансовых и нефинансовых активов российских частных лиц составляет около 1 миллиарда и 200 миллионов евро. Все начинается с президента Французской республики, с Макрона, которому очень тяжело даются решения по отношению России. Он неоднократно просил и заявлял о том, что он хотел бы сохранить Путину лицо. Он настаивал на разного рода переговорах. Да, и вот только с недавних пор его риторика стала более жесткой и более понятной. В Европе есть и страны, не спешащие искать российские активы. Среди аутсайдеров Греция и Мальта. Именно их правительство заморозили меньше всего российских активов. На 212 тысяч евро и 147 соответственно. Они не настолько активны. Это не означает, что они не делают этой работы. Просто стараются не все замораживать. Пока бюрократическая Европа разбирается, кому и какие активы принадлежат. Соединенные Штаты Америки уже конфискуют имущество путинских бизнесменов и передают вырученные средства на восстановление Украины. Так, недавно США впервые приняло решение изъять активы российского олигарха Константина Малафеева стоимостью 5 миллионов 400 тысяч долларов. Известен тем, что он был спонсором войны в Украине с 2014 года. Он помогал вначале аннексировать наш полуостров Крым, потом поддерживал на Донбассе. Вот этот самый Малафей оказался, по сути, первым, у кого, по крайней мере, Соединенные Штаты Америки, деньги, которые передают Украине. Ущерб, нанесенный российской армией Украине, превышает 700 миллиардов долларов. И с каждым днем военной агрессии сумма растет. Путин и его окружение должны заплатить за каждый сантиметр разрушенной украинской земли. И один из способов заставить их это сделать – конфисковать и передать их многомиллиардные активы Украине. Даже 20 замороженных миллиардов в Европе – это далеко не все деньги, с которыми Кремлю вполне вероятно придется прощаться. Эксперты нашли еще как минимум 80 миллиардов, которые режим аккумулировал в офшорах. Что это за деньги? Как их воровали у россиян и выводили, прятали и смогут ли их конфисковать? Разбираемся. Американское финансовое агентство «Блумберг» сообщило, что в условиях беспрецедентных санкций Российской Федерации удается аккумулировать средства, которые она может использовать для дальнейшего введения войны. За год действия беспрецедентных санкций Россия смогла накопить и скрыть за границей активов на около 80 миллиардов долларов. Эти средства могут стать целью для стран, поддерживающих восстановление Украины за счет РФ. Теперь, через год после начала войны и введения первых санкций, становится ясно, насколько сложно искать и конфисковывать деньги агрессора. Первым пакетом санкций, принятым по результатам войны, были заморожены активы Центробанка России и Фонда благосостояния на 350 миллиардов долларов. Нам об этом заявили, мы об этом услышали. На 13-й месяц войны на поле боя очевидно, что настоящая война против Российской Федерации на финансовом фронте только начинается. И оказалось, что на сегодняшний момент фактически обнаруженных активов Центробанка России 33 миллиарда. 34. Не 350, а 34. А денег олигархов российских, которые имеют отношение к военным действиям, где-то порядка 21-22 миллиардов. Хотя должно быть не менее 150. Исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пензин считает, что причина этого не только в том, что россияне постоянно создают новые схемы для сокрытия своих активов. Десятым пакетом санкций планировалось ввести специальные штрафы для европейских компаний и банков и физических лиц, которые скрывают российские активы. Планировалось для физического лица ввести штраф 50 тысяч евро, а для юридического лица ввести штраф в размере 10% от оборота. Десятый пакет был принят и в десятом пакете это не произошло. Европа это коллективный субъект, внутри которого действуют сотни различных противоречий. Компании и банки, наполняющие бюджеты европейских стран, часто считают, что деньги не пахнут. И какая разница, где их зарабатывать? Иногда такие корпорации работают прямо у нас перед глазами. Также компания Ашан, французская, мы видим, что она не только была в скандале с оказанием помощи российской армии, но мы видим информацию о том, что она планирует даже расширять свою деятельность в России. Не просто сворачивать, а даже расширять. Российские олигархи постоянно ищут брешь в санкционных законах. И самый простой способ их обойти – постоянная смена формальных собственников огромных бизнесов. Появляются новые имена, которые не значатся в американских и европейских санкционных списках. Находят людей, на которых переписывается в том числе компания. Недавно было предложение Польши и стран Балтии, что давайте более жестче относиться к семьям, к друзьям, к окружению подсанкционных российских особ. Коллективный Запад медленно приходит к пониманию того, что недостаточно просто внести всех путинских олигархов в санкционные списки. Нужны команды еврочиновников, которые будут расширять и обновлять эти списки. Только так доллары и евро за нефть и газ, другие российские товары не попадут в кремлевский бюджет. Чтобы все-таки все страны, которые считают себя частью, пусть и условного, но коллективного Запада, чтобы все они имели на институциональном уровне структуру, которая надзирает за исполнением санкций и постоянно предлагает новые варианты субъектов, физических, юридических, против которых санкции должны быть. При этом американцы более эффективны в деле борьбы с российскими кровавыми деньгами, идущими на войну. Дело в том, что человек, специально обученный в Соединенных Штатах, он работает в системе Министерства финансов США. То есть он является официально чиновником. Еврокомиссия, которая сегодня обеспечивает контроль, она не имеет прямых законодательных полномочий для наложения дополнительных санкций. Но несмотря на дыры в санкционной плотине, построенной Западом, через год после начала полномасштабной агрессии экономике Российской Федерации уже удалось нанести серьезный ущерб. Путин в своем обращении недавнем к федеральному собранию, он сказал фразу, что мы профицитная экономика, нам просить денег не надо. К чему пряли санкции? Потому что российская экономика, она не профицитная, это дефицитная экономика. За два месяца текущего года в России вот эта дыра, то есть, или яма, как ее называют, превышение расхода на тормозы уже составляет 2,6 триллионов рублей. Все, что может Кремль противопоставить санкциям свободного мира, это включить печатный станок. Они это решили покрыть эмиссией. Эмиссия, да, на первом этапе позволит пройти все проблемы, но уже через месяц-два эта эмиссия приведет к росту инфляции в России, так как денежная масса резко выросла, а она не обеспечена ничем. Каждый день войны наносят все более глубокие раны российской экономики. Русский медведь теряет все больше крови. Вот эти проблемы, которые Россия получила и превратилась в дефицитную экономику, это главный результат санкций. И что самое главное, эти санкции все четче дают сигнал, что Россия – это страна без будущего. Точнее, будущее есть. И на снятие санкций в том числе. Но сперва освобождение всех оккупированных территорий и подписание договора на выплату компенсации за нанесенный Украине ущерб. Все до последней копейки. Это была программа «Ваши деньги». Показываем правду про то, как преступный режим Путина делает всех россиян беднее. Спасибо, что смотрите нас. Встречаемся, как всегда, в эфире во вторник и пятницу в 16.30 только на телеканале «Фрида». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова